Всем привет, с вами Сергей Ковгарений и видеоканал Просто Обзор. В этом видео я расскажу детально и сравню работу трех самых популярных вивокомпьютеров серии Edge. Это 830, 530, 130+, проведу тесты и сделаю выводы для каждой модели. Информации очень много, поэтому я разбил видео на части с возможностью быстрого перехода на нужную временную метку. Если бы впервые на моем YouTube-канале хотел напомнить, что проект Просто Обзор создан для тех, кто хочет прокачать свои знания по технике Garmin. Подписывайтесь на канал, если хотите быть к теме и знакомиться с новинками техники Garmin первыми. Ну а теперь давайте приступим к обзору. У вас возникает вопрос, почему я выбрал именно модели Garmin Edge 830, 530, 130+,? Ведь уже есть новые модели. Дело в том, что Edge 830, 530, 130+, это самые популярные модели у виволюбителей, которые используют технику Garmin. И в первую очередь именно из-за соотношения цена наличия опций. Именно из-за цены мы и начнем. Цена виволкомпьютеров Garmin Edge. Новая последняя модель виволкомпьютера Edge 1030+, стоит порядка 600 долларов. Edge 1030 продается с такой же ценой, 600 долларов. Разница между ними в том, что время работы Edge 1030+, больше на 3 часа. Есть 32 гигабайта встроенной памяти вместо слота для microSD-карточек, которая была в предыдущей версии Garmin Edge 1030. Плюс дополнительные улучшения по программной части, Trailforks, Forkside и детальные карты. А вот модели Edge 830, 530, 130+, стоят соответственно 400, 300, 200 долларов соответственно. Разница от цены 1030+, будет ощутима. Это 200 долларов, 300 долларов, 400 долларов. Комплектация велокомпьютеров. Все велокомпьютеры продаются в стандартных гарминских коробках серого цвета. На передней стороне фотоприбора, с обратной стороны технические характеристики. В коробке идет велокомпьютер, USB кабель для зарядки и синхронизации, это microUSB, с другой стороны USB 2, привязь для подстраховки прибора на руле. H830 и 530 поставляются с двумя видами креплений. Выносное крепление для руля и сощёлка на сам руль. Для H130+, есть только один вид крепления, это защёлка. Для H830 и 530 идёт ещё ключи для зажима выносного крепления. И для всех велокомпьютеров бумажная инструкция. Комплектация приборов отличается от тем, что только в меньшей модели Garmin H130+, нет выносного крепления на руль. Выносные крепления для приборов H530 и 830 поставляются с набором двух силиконовых уплотнитель на разные диаметры руля, так что вы сможете без проблем подобрать нужный вариант крепления. Фиксация прибора происходит за счёт попадания крепления в пазы и проворачивания прибора на 90 градусов до щелчка. После этого велокомп надёжно фиксируется на руле. Скажу из личного опыта. Я пробовал ездить с двумя типами креплений на асфальте, по бездорожью, по кочкам. Крепление жёстко фиксирует прибор, самопроизвольных отстёгиваний не возникало. Внешний вид, дизайн велокомпьютеров. Визуально две модели H830 и 530 сложно различить. Велокомпьютеры 830 и 530 практически совпадают по размеру. Это экран 2,6 дюйма. Размеры корпуса абсолютно идентичны. 5 см, 8 на 2 см, на 2 см. Одинаковая надпись Garmin внизу экрана и на торце прибора. А вот если посмотреть левую и правую сторону, то бросается в глаза тот факт, что кнопок в H530 больше, чем в модели H830. Почему же так? Да потому, что в H830 используется тачскрин для управления интерфейсом. С одной стороны, это большой плюс данной модели. Очень удобно управлять меню и прокручивать экраны. А вот в модели H530 управление интерфейсом происходит только с помощью кнопок вверх, вниз, кнопка ввода и выхода. Я большой фанат работы с кнопками. Если у вас будет дождь, ливень, управлять кнопками вы можете без проблем. А вот в такой неприятной ситуации тачскрин не всегда адекватно работает, если прибор заливается водой. Однако, из личного опыта, управлять с помощью тачскрин-экрана для велокомпьютеров Garmin H830 все же удобнее. Очень жаль, что в модели с тачскрином H830 не добавили еще дублирующих кнопок. Это бы реально добавило удобство работы с интерфейсом прибора в сложных погодных условиях. Все, что имеет 830 из кнопок, это кнопка включения-выключения прибора с левой стороны и две кнопки в нижнем торце прибора, отсечка круга и старт тренировки. В H830 530 подключение прибора к кабелю USB расположено одинаково, между двумя кнопками. Чтобы добраться до гнезда, нужно открыть защитную крышку. Приятная мелочь, крышка прикреплена к самому прибору, так что она не может быть упасть и потеряться. У маленького братика, у компьютера H130+, все по-другому. Сам размер экрана прибора 1,8 дюймов, диагональ 45 миллиметров. Размеры корпуса 4,1 сантиметра, 6,3 сантиметра, 1,6 сантиметров. Чтобы вы представили размеры, прибор почти совпадает с габаритами спичечного коробка. Из-за маленького размера прибора, разъем для зарядки и синхронизации микро-USB кабеля перенесли на заднюю верхнюю крышку. Разъем тут защищает силиконовая крышка, которая закреплена к корпусу прибора. Класс водонепроницаемости для всех приборов из обзора IPX7. Это означает, что устройство выдерживает дождь, снег, влажность и быстрое погружение в воду на глубину до метра до 30 минут. В общем, лучше с велокомпьютерами нырять не нужно, а вот ливень на улице ваш прибор выдержит без проблем. Есть еще один маленький нюанс, на который не все обращают внимание. На задней панели велокомпьютеров H830-530 на механизме защелки крепления находятся пять небольших контактов. Это контакты для подключения расширенного дополнительного аккумулятора Garmin Charge Power Pack. Цена около 130 долларов. С его помощью вы сможете записывать свою поездку целые сутки, то есть дополнительно плюс 24 часа. А велокомпьютер Garmin H130 Plus не может использовать этот аксессуар, поэтому на его задней стороне разъема крепления нет контактов для расширенного аккумулятора. Раз уже пошел разговор про автономность работы самих приборов, то я заметил, что реально при поездках с использованием GPS уровень заряда уменьшается очень медленно. Приборы работают очень экономично, даже при использовании двух типов GPS-систем одновременно и подключенных датчиков. А также я еще включал ежесекундную запись трека для всех моих поездок. Сам производитель дает следующие данные по работе устройства на одном заряде. Модели H530 и H830 по заверению производителя работают 20 часов на одном заряде. Модель с размерами меньше, то есть Garmin H130 Plus, соответственно, получила на борту меньший размер аккумулятора и работает 12 часов на одном заряде. Последняя модель, которую выпустил из серии H Garmin, это H1030 Plus. Это прибор с более емким аккумулятором и сможет работать на 4 часа больше вместо 20. Но тесты и обзоры модели H1030 Plus это уже отдельный рассказ. Интерфейс – программное обеспечение Garmin Edge. У всех его компьютеров практически одинаковая логика работы интерфейса. В одном окне владелец прибора может выбрать тип заезда, например, дорожный, в зале, горный, для 830, или дорожный, горный, для 530, или заезд, для 130+. Основное отличие этих режимов – это наличие работы GPS, если вы будете находиться на улице, дорожный, горный режим, или работа без GPS, в зале. Разница в управлении главным экраном 830 и 530 в том, что в 830 модели вы сможете сразу выбрать все элементы одним нажатием и перелистывать экраны пальцем с помощью тачскрина. Сам главный экран велокомпьютеров – информативен. Если вы перейдете на верхний экран велокомпьютера, то доберетесь до целого списка опций. Вы можете узнать уровень заряда аккумулятора, мощность сигнала GPS, подключение по Bluetooth, Wi-Fi, приходящие сообщения, подключенный или нагрудный кардиодатчик и информацию про дополнительные велодатчики, мощности и каденса. Управление с помощью тачскрина интуитивно. Достаточно смахнуть экран и получить доступ к опциям для Edge 830. А вот для моделей Edge 530, Edge 130+, пришлось разбираться с кнопками. С первого раза пришлось привыкать к управлению с помощью кнопок. Дополнительные разделы «Тренировка», «Навигация», «Коннект IQ» позволяют расширять ваши возможности для поездок. О них чуть далее. В Edge 130+, доступны только «Тренировки», «Навигация». Для «Коннект IQ» тут есть только работа с датаполями. Программная часть Edge, спортивные метрики, датаполя. Как и в более дорогих моделях часов Garmin Fenix, 3, 5, 5+, 6 расширенные спортивные опции поддерживаются без проблем. Это VO2 Max, время восстановления, эффективность тренировки, работа для Edge 830-530, возможность кастомизации датаполей. Что такое датаполя? Это отображение данных на вашем экране прибора. Какую информацию, в каком формате, это уже решать вам. Вы можете подстроить отображение схемы данных под себя. Приборы из обзора позволяют работать с датаполями в бесплатном каталоге Garmin Connect IQ. Программная часть Edge. Тренировки. Давайте начнем с тренировок. В тренировки можно добавлять в велокомпьютер через уже готовые программы, которые предлагает Garmin в своем веб-сервисе Garmin Connect. Можно работать с дистанциями, сегментами, планами тренировок и использовать их в приборах Garmin Edge. Дистанции. Вы можете создавать маршруты прямо в веб-сервисе Garmin Connect или использовать ранее созданные поездки как основной трек для следующих тренировок с велосипедом. Сегменты. Позволяют использовать свои участки велоактивности, других пользователей или свои личные тренировки для проведения виртуальных соревнований по результатам тренировок. Это можно сделать через веб-сервис Garmin Connect или с помощью онлайн-сервиса Strava, где доступны маршруты других спортсменов. Обращаю ваше внимание, что для работы с сегментами Strava вам нужно использовать подбиску Pro. Цена вопроса – это обонплата около 5 долларов в месяц. В этом случае, если вы правильно добавили Strava в настройки Garmin Connect, то все ваши сегменты будут доступны и в велокомпьютерах. Тренировочные планы. Это заранее подготовленные программы тренировок от Garmin. Вариантов множество, поэтому ваша задача – выбрать нужный план тренировки и начать тренировку с учетом намеченного плана. Это может быть заезд на дистанцию, на время, горный велосипед. Типы активности велокомпьютеров Garmin Edge. Основные типы велоактивности Edge – это шоссе, дорожный профиль, горный велосипед, занятия в зале на тренажере. Все эти типы доступны в более дорогой модели Garmin Edge 830. Шоссе, дорожный профиль и горный велосипед есть в Garmin Edge 530. Для Edge 130 Plus есть один профиль – заезд. Давайте пройдемся подробнее по каждому типу велопрофиля. МТБ – горный профиль. За работу этого профиля отвечает акселеронка. Гармин использует для анализа поездки три параметра. Grid – определяет сложность трассы, спуск, подъем, высота, GPS, углы поворотов в процессе движения. Используются три типа сложности – легкий, средний, тяжелый. Flow – контролирует прохождение маршрута. Например, изменение вашей скорости, торможение на протяжении поездки. Чем меньше ваш балл, тем лучше. Тут оценивается не трасса, а именно манера езды самого велосипедиста. Jump – количество прыжков, как долго вы зависали в прыжке, как быстро вы проходили дистанцию в прыжке. Данные по прыжках будут выводиться прямо в процессе прохождения маршрута на велокомпьютере. Работа с телефоном. Приборы подключаются со смартфоном с помощью протокола Bluetooth. Чтобы получить доступ до настройки велокомпьютера Edge, его нужно добавить в программу Garmin Connect. Это универсальная программа, которая работает со всеми устройствами Garmin. Это могут быть часы, GPS-навигаторы, отдельные датчики. Так что, если у вас уже есть часы Garmin, и вы уже ранее использовали Garmin Connect на своем устройстве, то все, что вам нужно, это просто добавить велокомп как новое устройство. После того, когда вы свяжете свой велокомпьютер с телефоном, множество новых возможностей откроется именно в этой волшебной связке. Телефон в этой ситуации выступает приемником и передатчиком информации, а велокомпьютер работает как устройство для фиксации данных или передачи их с помощью телефона другим участникам. С помощью телефона вы сможете получить и отображать сообщения на экранах велокомпьютеров. Русский язык отображается без проблем. Опять же, связка телефон плюс велокомпьютер позволяет работать с LiveTrack. Это отслеживание движения спортсмена в режиме реального времени. Есть поддержка GroupTrack. Групповые тренировки спортсменов. Эта опция позволяет подключаться к спортсменам, которые захотят участвовать в заезде и контролировать свое местоположение и коллег по тренировке на карте. При этом, ваш телефон должен работать в интернете. Велосигнализация. Контроль неподвижности велосипеда. С помощью встроенного акселерометра можно активировать опцию сигнализации велосипеда. Вы включаете велосигнализацию в приборе, который закреплен на руле вашего велосипеда. Если кто-то пытается забрать прибор или изменить положение велосипеда, акселерометр отследит движение. Начнет громко играть сигнализация в динамике велокомпьютера. Сигналы срабатывания будут отправляться в подключенные часы Garmin и ваш смартфон до тех пор, пока не введется четырехзначный код разблокировки. Обращаю ваше внимание на тот факт, что сигнал тревоги дойдет до ваших часов или смартфона на расстоянии видимости протокола Bluetooth. А это будет на открытой местности 10-20 метров. В помещении дистанция может сокращаться. Так что такой вариант подходит, если вы оставите велосипед в кафе и зайдете недалеко внутрь помещения. Навигация. Карты. Все, что работает в GPS-навигаторах, часах Garmin с картами, то аналогично будет работать и в велокомпьютерах H830-530. Еще раз напоминаю, что H130 Plus не имеет поддержки карт, а лишь отображает трек поездки на экране в виде линии. Единственная разница в работе с маршрутами и точками между моделями 830 и 530 это то, что модель 830 позволяет провожить маршрут с учетом названия улиц и номеров домов на карте и строить маршрут к указанной точке. Реально набирать улицы на тачскрине удобно и быстро, а вот в модели 530 есть только боковые кнопки, тачскрина в приборе нет. Думаю, именно поэтому Garmin отключил поиск улиц и номеров домов при создании маршрута тренировки, чтобы не мучить людей с множествами нажатий и переходов между буквами с помощью кнопок вверх и вниз. Хотя в H530 все же есть возможность вводить точки интереса на самой карте. Еще один печальный момент. H530 не позволяет искать точки интереса в базе при прокладке маршрута. То есть список вы сможете увидеть, но создать дистанцию к точке не получится. Велокомпьютеры этого обзора не могут говорить, так же как автонавигатор. Например, через 100 метров поверните направо. Ведь у них простой динамик, который может только пикать при приближении события. При приближении к изменению направления маршрута, прибор показывает на карте направление поворота и издает звуковой сигнал. По умолчанию в приборах 830 и 530 уже есть карты. Это карты Северо-Западной и Северо-Восточной Европы. Восточная Европа не захватывает Россию, а только Беларусь, Украину и Балтийские страны. Если ваша страна находится вне покрытия дефолтной карты Garmin, вам нужно использовать бесплатные векторные карты OpenStreetMap. Как установить бесплатные карты в приборы Garmin, я рассказывал в своей статье и видеообзоре. Этот способ подходит для часов, GPS-навигаторов и велокомпьютеров Garmin. На данный момент сервер, который раздает бесплатные карты OpenStreetMap, работает с большими задержками. Однако, вы сможете загрузить полные векторные карты стран СНГ на моей странице проекта. Список карт в ссылке в описании под видео. Точки интереса POE для велокомпьютеров Garmin Edge. Вы можете добавлять свои нужные точки в прибор с помощью программы Garmin Basecamp. Подключите прибор к ПК с помощью USB кабеля и откройте программу. Добавьте нужные точки на карте, сохраните их в список точек. Выберите точки и отправьте их в подключенный прибор. Поздравляю! Новые точки уже будут в вашем велокомпьютере. Проверить их наличие в вашем компьютере можно с помощью навигации «Сохраненное местоположение». Нажмите на точку и увидите, где она находится на карте. Если вы хотите массово добавить точки интереса в прибор, прочитайте мою инструкцию, как это можно сделать. Смотрите адрес статьи в описании под видео. Такой способ работает для часов, навигаторов и велокомпьютеров Garmin. Basecamp позволяет отправить точки в Garmin Edge 830-530. Такой возможности в Edge 130 Plus нет. GPS-точность и тесты в Garmin Edge. Был приятно удивлен, что чувствительность приборов реально высокая. Когда я настраивал велокомпьютер в комнате, где было только одно окно, то через некоторое время велокомп смог находить спутники. Такая высокая чувствительность была у меня при работе с GPS-навигаторами. Например, Garmin E-Tracks Touch 35. Он тоже мог ловить спутники даже в комнате через боковое окно. Хотя чувствительность антенны GPS-велокомпьютеров Garmin Edge лучше, чем в наручных часах Garmin Fenix 6, то все же в поездке в городе, где есть всякие препятствия, запись трека может идти с небольшими отклонениями от маршрута. GPS-режимы для Garmin Edge. Три модели из обзора 830, 530, 130+, поддерживают три типа спутниковой навигации. GPS, GPS плюс Galileo, GPS плюс GLONASS. Если хотите сэкономить заряд прибора, можно использовать один тип, например, только GPS. Если хотите получить большую точность записи, используйте два типа одновременно, например, GPS плюс Galileo или GPS плюс GLONASS для протокола. Во всех тестах я использовал ежесекундную запись трека GPS. Я пробовал прокататься по одному и тому же маршруту с разными настройками в городе. Сюрпризов тут не возникало. Как только приближался к высоткам, где ухудшается сигнал GPS, были небольшие уходы трека в сторону, но они терпимы. Тесты GPS за пределами города для Garmin Edge. При поездке за пределами города по окружной дороге треки легли один в один и даже при переходе на другую сторону дороги, и этот момент тоже зафиксирован в записи. На чистой дороге без зданий и деревьев треки маршрута практически сошлись вместе. Датчики Garmin Edge, встроенные и внешние. Встроенные датчики, что мы получили на борту для трех устройств. Датчик используется для отслеживания ускорений. Вспомните про МТБ режим прибора с тремя параметрами. Grid, Flow, Jump. Барометрический альтиметр. Используется для отслеживания изменений высоты при движении. GPS. Возможность получать свои координаты для трех спутниковых систем позиционирования. GPS, Galileo, GLONASS. Датчик освещенности. Используется для определения необходимости управления задней подсветки. Для Garmin Edge 830-530. Внешние датчики. HRM нагрудные кардиоремни. Для интенсивных тренировок рекомендую использовать только эти датчики. Зачем нужны кардиодатчики? Читайте мою статью в описании под видео. Все три модели поддерживают все типы нагрудных датчиков Garmin. Привожу список моего личного рейтинга. HRM Pro, HRM 3, HRM Run, HRM Dual и HRM Premium. Виводатчики. Датчики скорости. Датчик каденса. Датчик мощности. Вивоаксессуары. Передний прожектор. Задний радар Varia. Отдельный разговор. Это задний радар Garmin Varia RTL 515. Это реальная нужная и необходимая вещь для поездок по шоссе. Я не смог пропустить этот датчик, поэтому специально для него вне очереди также сделал видеообзор заднего велорадара Garmin. Ссылка в описании под видео. Сейчас, кстати, тестирую умные педали Rally от Garmin. Общие плюсы велокомпьютеров Garmin H830, 530, 130+. Чувствительная антенна GPS. Поддержка трех типов спутниковой навигации. Удобное крепление на руль. Достаточно большое время работы на одном заряде. Поддержка работы с облачным сервисом Garmin Connect. Поддержка смартфонов на платформе Android и Apple. Можно расширять возможности приборов с помощью бесплатного каталога приложений Garmin Connect IQ. Для H130+, можно добавлять только дата-поля. Для моделей H830, 530 нет ограничений. Общие минусы велокомпьютеров Garmin H830, 530, 130+. Избыточнить опции на один прибор. Как ни звучит это странно, но в приборах 830, 530 слишком много опций, которые вряд ли будет использовать простой велолюбитель. Большая цена за прибор. Отсюда вытекает следующий момент. Уберите в приборе опции для профессионалов и дайте мне простой велокомпьютер с меньшей ценой. Материал корпуса. Во всех моделях используется пластик. У меня несколько раз в процессе тренировок прибор просто выскальзывал из рук. Если бы использовали прорезинное покрытие, было бы удобнее фиксировать устройство в руках. Плюсы и минусы Garmin Edge. Удобный средний размер экрана. Тачскрин интерфейс. Реально ускоряет настройку и работу с прибором. Работа с векторными картами и прокладка маршрутов до адреса и точки. Наличие спортивных опций в устройстве для тренировок на шоссе, МТБ, тренажер. Поддержка всех внешних датчиках, велодатчики, спортивные датчики, аксессуары. Длительное время работы прибора плюс высокая чувствительность сигнала GPS. Полная комплектация поставки. Два типа крепления, вносное, защелка на руль, кабель, несколько типов уплотнителей для разных диаметров руля. H530. На 100 долларов дешевле, чем H830. Управление интерфейсом прибора с помощью кнопок в перчатках. Нет возможности прокладки маршрута в карте к дому и с адресом. H130+. Маленький компактный размер прибора. Контрастный черно-белый экран. Идеально читается при любом солнце. Меньшее время работы на одном заряде. Около 12 часов. Минусы серии приборов Garmin Edge. H830. Достаточно большая цена за прибор. 400 долларов. Нет дублирующих кнопок для замены тачскрина, для управления в перчатках. Все остальное тут все есть в большом наличии. Даже не знаю, к чему еще можно придраться. H530. Нет тачскрина. С кнопками дольше управлять меню, чем касанием. Нет прокладки маршрутов по карте к дому с адресом. Реально, если честно, я очень редко использую эту опцию. Использую свои загруженные маршруты. H130+. Достаточно большая цена 200 долларов за такую маленькую модель велокомпьютера. Слишком маленький размер экрана. Нет тачскрина, хотя я понимаю, что с таким экраном и пальцем не удастся попасть по интерфейсу. Нет цветного экрана, хотя черно-белый экран читается реально лучше в любых условиях. Нет показа векторных карт. Можно посмотреть только свой трек и линию маршрута и точки. Размещение кнопок управления изменили, в отличие от H530. Если привык к другим моделям, придется переучиваться. Нет опции отправки ответов на сообщения. Нет поддержки групп трек. Отслеживание положения в группе со спортсменами в режиме реального времени. Нет сигнализации, которая бы срабатывала при попытке сдвинуть велосипед или прибор. Нет поддержки работы по протоколу Wi-Fi. Мои выводы. Из трех моделей в обзоре я однозначно покупал бы версию Garmin Edge 830. Почему? Оптимальный размер корпуса и экрана. Тачскрин-экран. Удобно управлять интерфейсом. Поддержка, векторный карт и автопрокладка маршрута. Множество спортивных и туристических опций. Хотя цена прибора немного завышена 400 долларов. Я бы все равно покупал этот велокомпьютер для себя. И напоследок отвечаю еще на один самый популярный вопрос. Почему велокомпьютер и другие модели лучше, чем часы Garmin? Дешевле, чем популярные модели Garmin Phoenix, Forerunner или другие часы. Большой экран с тачскрином. Возможность набора текста на виртуальной клавиатуре. Емкость аккумулятора. Работает практически полный световой день на одном заряде. Около 20 часов для Edge 830 или 530. И чуть меньше для Edge 130+. 12 часов. Навигация до точки. Такая опция есть только в дорогих часах от 500 долларов. Phoenix, Forerunner, Tactics, MarkQ, Quattics и т.п. И в часах, кстати, нет возможности прокладки маршрута до номера дома, а в велокомпьютере Edge 830 есть. Сигнализация. Срабатывает, когда начнут двигать велосипед или прибор. Детектор падений и аварий. Есть только в дорогих моделях часов от 500 долларов. Удобно работать с расширенными велодатчиками. Педали, умная фара, задний радар. Обмен сообщениями между велосипедистами через велокомпьютеры в режиме Group Track. На этом пока все. Хотел бы сказать отдельное спасибо моему Garmin-партнеру в Украине, компании Navionica. Спасибо, что просмотрели видеообзор до конца. Пожалуйста, поддержите мой труд своими лайками и подписками. Желаю всем успешных тренировок и путешествий с техникой Garmin. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok